Капитальный ремонт в первом микрорайоне, взрослое отделение, там предполагается проведение текущего ремонта приблизительно на сумму 22-25 миллионов тенге. Что касаемо капитального ремонта в детском инфекционном отделении, там требуется порядка 220-250 миллионов тенге. Туда включается еще обеспечение твердым и мягким инвентарем. Это кровати, тумбочки, мягкий инвентарь это белье для больных. Срок исполнения зависит от того, как будут выделены средства на текущий капитальный ремонт. Они будут выделены из государственного бюджета или инвестор? Пока мы предполагаем, что возможно будет частное и государственное партнерство. Возможно, но это пока предположение, потому что мы с одной стороны ищем спонсоров на проведение строительных монтажных работ. И в то же время надеемся, что какие-то средства будут выделены из государственного бюджета. Но такими средствами ни областная инфекционная больница, ни Мангостаусская областная больница, такие средства, конечно, не имеют. Тем более у нас имеется кредиторская задолженность. Она из года в год вот так накапливается, накапливается, какие-то средства выделяются, закрываются, потом вновь опять накапливаются. Это коммунальные услуги, свет, тепло, водоотведение и так далее, и так далее. А когда последний раз он проводился? В областной детской больнице, в инфекционном отделении детском в 2009 году. А во взрослом? Во взрослом отделении это 2012 год. Вы затронули тему именно постельного белья, потом какой-то мебели. По поводу этого инцидента, который произошел там, мамочка сообщает о том, что манежи просто для детей не хватает. То есть с чем это связано? Говорят, есть какие-то определенные условия, по которым выдают манежи, и из-за этого матери элементарно там не могут выйти в туалет, там не помыться и не приходится по очереди? Таких детских манежей всего 12. Четыре стоят в пор-кабинете. Это пункт оральной регидратации. Там кровати нет, кушеток нет. Только вот эти манежи стоят. Вчера, значит, мониторинговая группа приходила, и мы им показывали. Там мамаши сидят на стульях, а дети в этих манежах. Их отпаивают по определенному плану. Есть план А, план Б, это оральная регидратация. Отпаивание, значит, регидроном. По мере, значит, выполнения этого плана, или ребенок госпитализируется, или, значит, идет на амбулаторное лечение. В отделении всего 10-12 таких манежей. Четыре стоят в реанимации, а остальные в детском отделении. Их практически не хватает. И то они были получены спонсорским... Спонсорская помощь оказана была. Это было где-то в 2015-2016 год. А вот вы говорите, что вы ожидаете именно помощи от спонсоров и будете покупать вот эту мебель. Будут ли туда вот эти манежи тоже включены? Ну, конечно. И так. И потом еще один вопрос касательно лекарств. Тоже та же самая жительница, которая там была, она сообщила о том, что не хватает лекарств. И там пришлось мужу покупать. В принципе, они сами были готовы закупить все лекарства, но днянички сказали, что они сразу не смогли об этом сказать, потому что они боялись, что не хватает лекарств. На сегодняшний день как обстоит ситуация с... Согласно протоколу лечения, лекарственные средства, которые необходимы детям, у нас имеются. Определенный объем инфузионных растворов тоже имеется. Есть определенная нехватка ферментов. Ну, это в протокол лечения входит, но не все. Там единичные препараты. А то, что инициативу проявили родители, это их не инициатива. Но рекомендации могут давать лечащие врачи. То есть... Они не входят в перечень лекарственных средств, которые входят в этот протокол лечения. Нет, я это понимаю. Это дополнительно. Это можно. Это же не возбраняется. Нет, я по поводу этого ничего не говорю. Родители сами, в принципе, не против были. Просто мне интересует, на сегодняшний день хватает или достаточно? Достаточно, да. Достаточно. Обеспечено мы. Достаточно. Так что у нас перебоев нет. Тем более у нас определенный запас есть. То, что вчера задавался вопрос, что у нас в области профицин лекарственных средств. У нас в центре инфекционных заболеваний профицита нет. То, что нам поступает, мы все это используем. И вот по поводу питания. Наверное, фотографии вы видели, да, совсем небольшие порции. Не могли бы вы тоже дать по этому поводу комментарии? Ну, то есть это так положено или, я не знаю, просто столько положили? Ну, то, что... Извиняюсь, потому что в тот же день нам отправляли, допустим, фотографии из Мангостаусской областной больницы, ну, там порции на порядок побольше. То есть это, ну, стандарты какие-то или просто вот не хватает там средств на питание или еще что-то такое? Нас обеспечивает горячим питанием Мангостаусская областная больница. Это вот эта клиника. У них свой пищеблок есть, они нас обеспечивают. Но то, что ребенку положили годовалому и то, что взрослому положили, это же разные вещи. Нет, там же, получается, она говорит не о том, что ребенка кормят, это ей. Вот ей портят его положение. Ну, может быть, там не доложили. Это же не так, тем более это питание диетическое. Оно готовится обезжиренное, на воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА